Сегодня 17 июля и только что мы подписали договор на клуб 800 квадратов. Зачем нам столько без понятия, но мы попробуем что-то сделать. 17 июля. Давай на память. Это Илья, если что-то не получится, вот его лицо. Привет. Я Шок и сегодня я нахожусь в клубе Сабершок. У меня есть для вас очень много интересной информации. Мы снимали то, как мы это строили в течение 8 месяцев. Господи, стройка это так сложно. Мы столько мучились, но в итоге мы довольны. В этом ролике вы услышите, сколько стоит этот кибер-клуб, почему он открылся именно в Грузии и почему он станет самым лучшим кибер-клубом на Кавказе. Давайте приступать. А, стой, пожалуйста, поставь лайк. Спасибо. Давайте начнем с того, почему именно Грузия. Все потому, что я тут родился, я тут прожил больше, чем в 19 лет, я граждан Грузии, и у меня было что-то в голове, в сердечке открыть что-то здесь свое. Я знаю рынок, у меня здесь очень большое количество людей, друзей, которые постоянно жалуются на одно и то же. У них нет клуба, где можно обыграть. А если человек был в Казахстане, в России, в Украине, в той же Турции, нет, в Турции ничего нет, в Узбекистане люди смотрят какие-то там клубы, возвращаются сюда и видят то, что здесь ничего нет. Вот просто нет ничего. И самое понятное и самое простое решение – это открыть свое. И сейчас у нас открывается настоящее футбольное поле. 800 квадратов, что за трэш. Очень большие размеры, очень много возможностей. Каждый три метра тут есть балкон. Как мы будем их использовать, мы еще не знаем. Наверное, как полеуки. Здесь поле труда. Наконец-то у меня это получилось, потому что я в течение четырех лет не мог найти финансы. Сейчас получилось. К счастью, есть Абершок, к счастью, есть спонсоры, к счастью, есть какие-то другие проекты. Я скажу в конце ролика, сколько этот клуб стоил, но от предполагаемой цены все выросло почти что в два раза. Это стройка, это кибер-клубы, это курс. Мы попали на самый худший курс, который был возможен. В общем, все в этом ролике я расскажу, поэтому давайте приступать. Слева вы сразу видите нашу плитку. 800 квадратов в этом клубе и около 2000 отдельных плиток. И сейчас мы посмотрим, как это все выглядит. Вот так выглядит плитка. И на самом деле, после того, как ты начинаешь что-то строить, ты замечаешь в каких-то других местах такие странные вещи, как сделана плитка, как сделан потолок, как сделана вытяжка. Ну, это называется профдеформация, по идее. Я был в Польше в ресторане и увидел такую плитку с классной подсветкой. Сейчас у вас фотки. И рассказал ребятам, давайте искать что-то вроде этого. И вот, в нашем кибер-клубе будет красивый керамогранит. Это у нас кухня. 12 квадратов, по идее, сама кухня. Здесь будет делаться горячее, здесь холодное. И много чего я не знал про вообще всю эту стройку. По ГОСТу у персонала должна быть своя ванная, свой душ. И это будет вот здесь. Ну и, понятное дело, плюс туалет. Так, идем дальше. Здесь у нас склад. Опять же, ребята, каэсеры, рассказываю. Склад должен быть большим. И когда я зашел, увидел, блин, ребят, реально много места. Мне подсказали, это еще мало. У нас будет проблема с этим. Нужно как можно больше брать складок. Всякие напитки, всякие снеки, они все приезжают. Нужно их куда-то класть. Так, мы выходим, получается, из промышленной такой зоны, которую вы больше не будете видеть. Здесь у нас огромный холл. А здесь будут стулья, столы для того, чтобы покушать. У нас есть свой ресторан. Вы можете есть, и даже не садиться за компьютеры. Такие люди тоже есть. Это у нас очень много гипсокартона, который мы используем для того, чтобы создавать стенки для VIP-комнат, для PlayStation Zone и так далее. И сейчас давайте я вам расскажу, что это такое. Это общий зал. Здесь у нас будет 20 компьютеров. 10 здесь, 10 здесь. И, как вы можете заметить, я стою сейчас посередине какого-то чертежа. А это не просто так. У нас не будет вид на компьютеров. Корпуса будут закрыты полностью. У нас будет отдельная комната для них. Поэтому у нас будет монитор вот здесь, кресло вот здесь. И это получается 5 на 5. То же самое и здесь. Начнем с интернета. В Грузии есть какая-то большая проблема. В каждом доме можно протянуть максимум 100 мегабит в секунду. Я буду сравнивать с Россией, потому что я там прожил 3-4 года. Там 100 мегабит в секунду это очень дешево, это очень дефолтно. Так должно быть всегда. А в клубах гигабайт, может быть 2, может быть 3. Здесь гигабайт интернета в клуб стоит 6000 долларов. Почему так? Это большой вопрос. Скорее всего просто не развитая инфраструктура. Не знаю. Но мы это не сделали. Мы поставили 300 мегабит в секунду и платим все равно очень много. Сумма получается больше, чем 2500 долларов в месяц. Мы платим столько не просто так. Благодаря тому, что мы платим столько денег, у нас самый лучший пинг, который возможен, из Грузии. Сейчас я вам покажу скриншот моего пинга из дома. Я получу больше 2000 рублей за 100 мегабит в секунду. И я получаю на Германию пинг 75-80, на Россию, на Москву 110-100, а на Швецию около сотки. А сейчас, внимание, я озвучу тот пинг, который будет только в этом кибер-клубе. Никто еще другой такого не сделал. Внимание. На Германию пинг будет около 50-ти. 45-50. На Швецию около 70-ти. На Россию 50-ти. То есть здесь пинг, который возможен для киберспорта. Мы переплачиваем осознанно такие деньги, чтобы киберспортсмены, которые приезжают в Грузию по туризму, по работе, они могли бы играть отсюда на серьезном профессиональном уровне. Пинг 50 – это рабочий пинг. Если он больше, чем 75, это уже очень сложно. Вентиляция. Я знал, что она стоит дорого. Я в этом ролике вообще озвучил то, что она стоила 50 тысяч долларов. Насчет вытяжки. Мы уже придумали всю схему. Вот так примерно она выглядит в схеме. Это все очень сложно и самое главное – дорого. И она стоит, наверное, как какие-то старые кибер-клубы 2005 года. 50 тысяч долларов. Но нет, я был слишком наивен. Чтобы курить кальяны, чтобы никто бы там не вонял, не потел, чтобы был бы свежий воздух, нужно проводить очень серьезную вентиляцию. Семикратную, которая используется в лучших кальянах. В каждой комнате PlayStation установлена вытяжка. Вы можете курить что угодно и не только кальян. Также тут стоят кондиционеры. В общем, наша задача, чтобы проблем с воздухом у вас вообще бы не было. И внимание, общая сумма трат на вентиляцию – это 85 тысяч долларов. Это огромные деньги, потому что за такие деньги тут открывают другие кибер-клубы. Но это была очень серьезная инвестиция, осознанная, потому что воздух – это очень важно. Я думаю, что все это дело окупится тем, что вы просто будете дышать нормальным воздухом. Мы сделали большое количество работы. Сейчас я вам покажу, что изменилось. Давайте проходите. Во-первых, у нас была сделана шпаклевка. У нас были доделаны все стены. И теперь все ожидает покраски. И у нас есть определенный вопрос. Каким цветом должен выглядеть весь клуб? Был вариант белый, но это непрактично. Был вариант серый, потому что это неплохо. Это можно отыгрывать на неонке, на освещении. Но появляется потом следующий вопрос. Оттенков серого 50. И как выбрать какой-то определенный – это очень сложно. Давайте смотреть. Вот тут мы тестили все эти цвета и подбирали то, что нам понравится. И в итоге плюс-минус мы определились на том, что будет вот это. Вот в этом цвете на данный момент мы решили сделать весь клуб. Прямо сейчас я уже стою на той плитке, которую мы поставили. Я думаю, мы сделали уже квадратов 100. Она выглядит неплохо. Ходить можно, скользить мы не будем. Люди падать не будут. В Грузии каждый третий – это курильщик. И он курит обычно не электронки, а самые настоящие сигареты. Мы селили плитку, опять же, на балконе. На каждом балконе будет плитка. Человек, который поиграл в КС, он не идет на улицу на первый этаж. Он просто выходит на балкон и курит сколько ему угодно. Девайсы. Я стал амбассадором компании Dark Project. Эти ребята делают очень классные клавиатуры, которые разорвали рынок. Сейчас у них просто нет ничего на складе. Все разбирают. Механическая клавиатура с очень приятным нажатием. Вообще у Dark Project самое лучшее – это клавиатура. Это правда. Они делают прекраснейшие коврики, которые стали моими первыми. Как вы помните, я часто делал интеграцию моего коврика CyberShock X Dark Project. Их уже купили около 700 штук. И мы получаем очень хорошие отзывы, потому что там ткань Jacquard, которая считается премиум сегментом. Хороший принт, минималистичный и приятный размер. По мышкам мы используем тот девайс, который даже еще не вышел. То есть у нас сейчас в клубе 40 мышек и наушников, которые просто нельзя купить физически нигде в мире. Беспроводная мышь. Мы показываем этим моментом то, что мы вам доверяем. Поэтому даем вам беспроводные девайсы. Еще один момент – это беспроводные наушники. Это тоже Dark Project. Эти наушники до сих пор не вышли. Это HS4. И вот как раз и момент с этим. Я очень сильно топлю за то, чтобы был бы в клубе один бренд девайсов. Не должно быть мышки HyperX, наушников Logitech, коврика какой-то, не знаю, Dex. Такого не должно быть. Все должно быть в одном стиле – фэн-шуй. И у нас это получилось. Кресло тоже Dark Project. Мы все девайсы посвятили Dark Project, потому что мы им доверяем. Когда вы придете поиграть на этих девайсах, вы поймете, о чем я говорю. Что самое главное – это у нас монитор Zowie Bank 2540. 240 Гц. Все это дело используется на мажорах. Все это дело используется на турнирах. Это самый кибиспортивный монитор из всех возможных. Столы. Как вы можете подумать, здесь особо заморачиваться не нужно. Покупаешь просто какой-то ДСП стол, ставишь его на какие-то ножки и кайфуешь. А вот и нет. Мы ебались и сделали гранитные столы. Каждый из этих столов весит около 200-250 килограмм. А их у нас 40. Сейчас я вам покажу фотку, как его поднимали. 9 человек не могли справиться с одной плитой. Для чего мы это сделали? Гранитный стол – это все-таки какой-то премиум сегмент. Это красиво, дорого. Это то, о чем можно говорить. Потому что у них, ребята, у них там гранитные столы. О чем вы? Если что, мы заготовили на каждый стол 120 сантиметров в длину. Чтобы вы понимали бы, в других клубах люди делают 80. 85. Это очень хорошо, если 90. А у вас будет 120 сантиметров просто свободы. Никто не будет вас дергать. А чтобы вам дать пятюню, вы будете двигаться. Поэтому спорт – это сила. Мы уверены в том, что это не бизнес-идея. Делать гранитные столы, которые стоят каждый больше, чем обычный ДСП стол, 8 раз – это полная туфта. Но это просто рофлы. Мы на приколе. Поэтому почему бы и нет? Я думаю, вы это оцените. Хочу вам напомнить, что вот тут у нас вход. Вы поднимаетесь на второй этаж. И тут вас встречает бар. Алкоголь, напитки, кофе. Вы можете все заказывать здесь. Уже проведена коммуникация. Тут будет у нас, получается, раковина для бармена. А здесь, в этой стороне, у нас будет админка. Как вы заходите, идете налево, вас встречает админ, вы заказываете часы и уже дальше проходите в клуб. Но все через этого человека. Комнаты для ПК – это очень большая проблема всех киберклубов. Вы заходите в какой-то клуб и видите то, что с каждого корпуса летит просто наверх провод, как, не знаю, какой-то моб, Half-Life Alyx. Очень плохо сделана вся коммуникация. Везде какие-то провода, которые вообще не нужны. Зачем вообще показывать корпуса? Ну, просто зачем? В общем, мы решили от этой темы отойти и считаем, что это такой старый тренд. Смотрите, что мы сделали. Вы спросите, а в чем прикол такой комнаты? Давайте я вам озвучу как минимум три самых главных преимущества. Первое – это, опять же, провода, которых не будет видно просто совсем. Второй момент – это температура. Вы можете легче контролировать ту температуру, которую вы хотите видеть в комнате. Они очень горячие. Поэтому тут устроена вытяжка, которая забирает весь этот горячий воздух. Третий момент – это когда в киберклубах комбы находятся внизу. Их можно пролить, ударить, либо что-то еще не так. А если они наверху, то это, во-первых, провода, а во-вторых, они могут упасть. Ну и в-третьих, это очень редко. Это, конечно же, кражи. Все, что вы видите на столе – это монитор, девайсы и USB-хаб, куда вы высовываете все свои девайсы, которые нужны. Если не нужны, просто садитесь и играете. Такого мы нигде еще не видели. Это одна из наших оригинальных идей, которая была в этом клубе. Поэтому посмотрим, как это получится. Сегодня 2 мая. И уже завтра у нас будет первое техническое открытие. Спустя столько времени. Завтра туда уже будут бегать админы. Люди будут спрашивать какие-то вопросы. Люди будут играть, кричать. Все это будет уже совсем скоро. Завтра. Давайте я вам покажу, что мы имеем сегодня. Здесь мы уже поставили админку. Здесь у нас будет админ, который вас встречает. Здесь у нас барная стойка. Здесь будет решеточка. Логотип Сабишок, который будет светиться. Здесь у нас все оборудовано, чтобы просто запустить кухню. Осталось купить оборудование. Мы это будем делать в течение, наверное, месяца-полтора. Потому что кухня – это открытие отдельного ресторана. Это очень сложно. Поэтому этот вопрос мы не будем сильно ускорять, чтобы просто потом не обосраться. Завтра мы покупаем сюда столы, всякие стулья, чтобы люди могли бы сидеть, кушать или курить коляны. Здесь у нас уже стоит компьютер. Здесь у нас опять же 5 компьютеров для общего зала. Здесь ситуация повторяется. У нас опять же здесь 5 компьютеров в общий зал. И сзади нас находятся также 5 компьютеров. Спойлеры. Некоторые люди до сих пор, вот сейчас, какое сегодня число? 2 мая. Люди не подозревали, что я открываю киберклуб. Хотя я так бездарно, палевно показывал то, что да, я его открываю, ребят, посмотрите. Начну с того, что я начал палить то, что у меня будет киберклуб уже где-то осенью. У меня на Face поменялся никнейм на Candelaki 33. Это название улицы. Второй момент. У меня в ролике Warpatch играл на фоне моей визуализации киберклуба. Но опять же, этого никто не заметил. Единицы. Третий момент. У меня в Телеграме была надпись, что я в ожидании открытия первого киберклуба. Следующее. Я делал рекламные промокоды для KSFL, GDROP и так далее в виде полноценного предложения. Вот, к примеру, как это было. То есть, если это все можно было бы объединить, люди бы поняли, о чем идет речь. В последнем обзоре киберклуба в Турции я отвучил такую вот фразу. Ждите новый обзор клуба, и он будет в Грузии. До следующего ролика. Пока. Ну и, понятное дело, я имел в виду мой грузинский, наконец-то. А еще в этом ролике у меня было первое упоминание сапешок премиум клуба. Поэтому заходите в киберклуб и играйте с друзьями. А лучше это делать, конечно же, в киберклубах Cybershop Premium. И опять же, просто единицы начали о чем-то подозревать. Ну и когда я понял то, что все, надо уже что-то делать, я просто написал в описании своего канала то, что я в 2023 году открыл свой первый киберклуб. В общем, я пошел во все тяжкие. И это получилось. Сегодня 2 мая, я сделал первый релиз, вышел вот этот ролик, и многие СМИ запостили. Stream Insight, CSGO News, Cybersлово, Retake. Огромное, ребятам, спасибо за информационную поддержку. И всем остальным, которые это делают. Потому что очень хотелось бы, чтобы такие проекты, такие дорогие и душевные проекты могли бы быть медины. Я публикал вот этот ролик, и спустя 10 минут нам звонит на рабочий номер человек и говорит, я хочу прийти в клуб, можно ли поиграть? А мы не готовы. Поэтому мы сделали исключение. И ребята впустили. Ребята, вы самые первые люди, которые были в Киберкубе с Абершот премиум. Это вы самые первые. Первый открыватель. Первый открыватель. Хотел бы спросить, как вам вообще, вы сыграли одну картку в Доте, как у вас? Дали комповочку, короче, ничего не лагает. На самом деле, очень хороший уровень. Прямо, типа, Москва, Питер, я даже думаю, даже с ним уже конкурирует, потому что... И все очень... Для Грузии это первое заведение, которое вот на таком уровне все очень четко работает, идеально, приятно, атмосферно. И все очень шикарно. Девайсы? Девайсы вообще... Идеальные. На самом деле, мы до этого сколько играли, просто здесь вообще, типа, разница огромная. Девайсы топовые очень. Ничего, короче, все очень удобно, приятно, короче, ничего не лагает, вообще кайф. Мы будем постоянно клиентом, короче. Как? Договорились. Удачи. Так, у нас есть первый фидбэк, это, клянусь, первые люди, которые были в киберклубе. Это не постанова. Мы проходим дальше по нашему огромнейшему помещению, которое 750 квадратов. И здесь у нас логотип-собешок, который будет светиться. О, кстати, смотрите, а это зеркало. Мы его поставим сюда. Люди могут здесь фоткаться, потому что напротив логотип. Вы спросите, Эрик, вы что, фрик? И он же неровно висит. Ну, все очень просто. Здесь вокруг будут росписи проигроков, ютуберов и известных людей, которые были в этом киберклубе. Они будут просто здесь расписываться. Здесь у нас буткемп, который уже полностью оборудован. Осталось только убрать эти кабеля. Вот примерно так выглядят киберклубы. Вот просто провода снизу вверх. Вот, это вам демонстрация того, как это все выглядит. Вип-комнаты, и почему их так много? Их много, потому что их 13. Мы это сделали, опять же, осознанно, потому что мы знаем, кто ходит в киберклубы. Это либо один человек, либо два, либо три. Когда их больше, чем три, это, ну, это очень редко. Мы против использования большого количества общего зала. Здесь наша випка. И я выбрал именно вот это место. Я здесь сижу уже третий день подряд, играю в КС, и просто кайфую. Вы представляете, вы приходите с другом и кайфуете просто в одной определенной комнате. Вам никто не мешает. Вы хотите покурить, вы просто поднимаете шторы, которые защищают вас от солнца, и выходите на балкон. И вы хотите сказать, что это не кайф? Опять же, я очень хочу подхвастаться тем, что мы сделали реально плитку везде, даже на балконе. Мне очень нравится то, что здесь, смотрите, прям есть автобусная остановка. Это означает то, что если вы без машины и катаетесь на автобусе, вы можете просто выйти из автобуса, пройти, ну, реально секунд 30, и вы уже будете вот здесь. Мы находимся на станции метро Медицинский университет. Метро находится внизу. Вам нужно буквально минут 6-7 пешком пройтись наверх. И все, вы в этом клубе. Поэтому на машине, на автобусе, на метро вы доберетесь до сюда очень быстро. Поставили, кстати, лампочки на каждый балкон, чтобы вы могли бы сесть, покурить кальян, может быть, сигареты просто, и кайфануть, потому что мы работаем 2.4 на 7, чтобы здесь не было бы темно. Кстати, насчет 2.4 на 7. Здесь вообще ничего не работает 2.4 на 7. За столько времени, пока здесь нахожусь, я знаю 3-4 ресторана хороших, которые работают 24 на 7. Вот, у нас будет кухня точно работать ночью. Когда человек приходит с другом, он хочет быть удиненным в интимной обстановке. И для этого мы сделали очень большое количество комнат. И я думаю, что о них будет в максимальном спросе. А вообще, общий зал сам по себе совсем скоро уже умрек, как и показ всех компьютеров, которые у вас висят на стене. Я считаю то, что мы сейчас в третьем поколении киберклубов. Первое поколение это были 2005-2006 годы, когда компьютер с жопой. Второе поколение это когда началось все это движение в 2017 году, в 2016. И сейчас это новое поколение, когда люди должны объединять киберклубы с кальянами и с ресторанами. Мы идем к тому, что совсем скоро уже люди будут собираться не просто пойти в ресторан и покушать, а поиграть одновременно, посмотреть что-то. В каждой из випок мы реализовали диван. Три рабочих места, тиро два, и отсутствие просто проводов. Как же это прекрасно, посмотрите просто на это. Потому что мы сейчас сидим в ТикТоке, на Ютьюбе очень большое количество времени. Всегда, когда появляется свободное время, это уже попадает в привычку кушать и что-то смотреть. Поэтому, я думаю, лет через 15-20 киберклубы станут просто очень расстроены темкой, как сейчас рестораны. Но опять же, речь идет про премиум сегмент. Здесь у нас випка. Мы решили сделать его так. У нас 6 человек может поместиться, 4 на диване и 2 на креслах. Большой телевизор, 65 диагональ и PlayStation, понятное дело, 5. Это у нас следующая випка. Она, кстати, мне очень нравится, потому что она такая маленькая, уединенная, уютная и вам никто не помешает. Это чисто для пары. Хотя нет, это не для пары. Здесь может поместиться 3 человека. Для пары у нас другие места. Вот эту комнату называют одной из самых лучших, потому что здесь открывается вид, ну и очень хорошее расстояние от телевизора до дивана. Но если человек любит смотреть издалека, то мы для него тоже подготовили комнату. Смотрите, это больше, чем сколько это метров? Раз, два, два с половиной метра от телевизора. Такие люди есть. Некоторые не хотят смотреть очень близко. Но преимущество этой комнаты в том, что у вас есть персональный балкон. Здесь помещается 3 человека. Но сейчас для двух людей. Это самая маленькая комната PlayStation и, возможно, самая приятная. Здесь помещается ровно 2 человека, ни больше, ни меньше. И посмотрите на это расстояние. Ну и осталась последняя випка. Это у нас, опять же, на большую компанию 6 человек. У нас будет разделение большие випки и маленькие випки. Туалеты. Это очень важная штука. Если он сделан очень неприятно, дешево, и самое главное, если он не убран, это просто ломает все, что есть. Ты можешь сделать все из золота, но если туалет у тебя обоссан, то, чувак, ни к какому премию не может идти речь. Это, если что, туалет в кибер-клубе. Заметьте, заметьте. У нас здесь, опять же, гранитная раковина на 3 человека. Это сенсор, там тоже сенсор и тут тоже сенсор. Мужской туалет, зеркало с подсветкой и 3 писсуара, которые сзади оператора. И вы думаете, что это все? Нет. У нас еще есть туалеты. Это еще один мужской туалет и один женский. Красота. Сейчас мы поговорим об электричестве. И здесь в Грузии очень странная система. Я буду сравнивать с Россией, опять же, потому что мой партнер владелец питерского клуба ТопТап. В России ты плачешь за услугу. К примеру, ты говоришь компании, я хочу 150 киловатт в себе в помещение и тебе это просто делают за свой счет и ты просто плачешь каждый раз за услугу. Но у нас было тут совсем не так. Во-первых, это просто пустое помещение, которое не было сдано, этот корпус даже еще не сдан. И здесь ничего не было проведено. И чтобы провести нам эти 150 киловатт, нам понадобилось 10 тысяч долларов. Потому что мы оплатили просто вот этот кабель огромный. И не просто кабель, а еще оплачивать каждый месяц этот тариф. То есть здесь мы берем на себя ответственность этого кабеля. Для нас это было сюрпризом и наша смета немножечко прыгнула наверх. Такие моменты бывают. Так, мы выходим и сейчас вы увидите нашу вывеску. Это, наверное, для меня самый любимый момент, потому что вывеска это то, из-за чего нас узнают. И вот он, Savi Shock Premium Gaming Club. А справа написано на грузинском CyberShocky. Вот. В грузинском языке всегда добавляется ИВ на конце. Поэтому у нас название на грузинском CyberShocky. Сейчас посмотрим, сколько компьютеров мы собрали за два дня. Собирает один человек, потому что мы вообще не спешим. Привет. Привет, привет. Так, мы с камерой. Это я. Я опять с камерой. Так, это у нас компьютеры. Это все собрано, да, все? Да. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Короче, около 20, да, собрал? 20 с чем-то. 20 с половиной, это круто. Просто посмотрите вот на это и чуть позже я вам покажу все характеристики. Ну вот просто посмотрите вот на эти цифры. Вы понимаете, какой мы тут уровень делаем? Серьезный уровень, да? Железо. Это самое интересное. Ребят, мы хотели открыть клуб на 3070 и на 3080 Ti. Думали, ну окей, пойдет же, классно. Три-четыре года мы точно продерживаемся. Но потом мы что-то е***ли опять после гранитных столов и решили, а что если открыть клуб сразу на 5-6 лет вперед и купить 4070 Ti, i7-13700K, 64 гигабайта оперативки, беспроводные девайсы, гранитные столы, кресло, которое стоит каждый по 40 тысяч рублей. Мы это все сделали осознанно, потому что мы хотим поднимать планку. Но сейчас самый важный вопрос, который сам по себе напрашивается. Сколько же стоил в итоге этот проект? Я озвучил вам очень топовые характеристики. Я вам показал, как это все работает, выглядит и, понятное дело, это огромнейшие деньги. Этот клуб, этот проект нам обошелся в полмиллиона долларов. Понимаю то, что сумма слишком большая, но мы рискуем, мы идем на этот риск оправданно, осознанно. Это то, что я ждал 4 года подряд. Поэтому можно, можно, еще раз, можно положиться в это. Насчет планов. Если этот клуб заходит и мы все кайфуем, то мы открываем сразу же два еще клуба в Тбилиси. Они будут в спальных районах. И они будут называться не Собершок премиум, а Собершок лайт. Мы не хотим делать больше одного клуба премиум в столицах стран. Должен быть один премиум клуб и вокруг маленькие лайты. Где не будет кухни, где не будет такого оборудования, где не будут мониторы такого серьезного уровня и где не будет премиум обслуживания, как будет здесь. Вы спросите, Эрик, ты называешь этот клуб Собершок премиум. Говоришь то, что там будет премиум обслуживание. Объясни, что это такое. Рассказываю. После того, как вы будете вставать с компьютера, админ будет проходить и протирать все девайсы спиртом, чтобы следующий гость даже не подозревал, что до него, до 5 минут назад был кто-то здесь за компьютером. Будут убираться кальяны, вся еда, которая была на столе и так далее. То есть, это объединение ресторана и киберклуба. Я честно озвучу те референсы, на которые мы смотрели и понимали то, что ребята делают правильные вещи и мы отдаем киберклуба и Плейс. Они оба находятся в Москве. Это два самых лучших киберклуба, где я был в жизни. И я надеюсь, что это будет третьим. Планы у нас большие и даже грандиозные, но все зависит от одного пункта. Это то, насколько хорошо зайдет первый киберклуб Сайбершок премиум на улице Кандалаки. Если ты будешь в Грузии, то я жду тебя очень сильно, потому что мы работаем 24 на 7 и я здесь постоянно. Это новая страничка в нашей истории, которая будет освещаться на этом канале не один раз. С тобой был я, Эрик Шоков. Играя на серверах Сайбершок, играя в киберклубах Сайбершок и читая новости о CSGO в СМИ, которая называется Retake. Всем пока, ребят. Мы продолжаем делать классные вещи.